Медицинский факт. Альянс за евроинтеграцию, который хотел стать наиболее действенной альтернативой ПКРМ, состарился и стал хуже. За два года его существования не было проведено ни одной дискуссии относительно реформ. Все ждали ответного хода Филата, даже не хода, а удара. В конце концов, именно его ЛДПМ является наиболее сильной и наиболее численной партией коалиции. У нее все еще, пусть не 32, безгодный, но все же 31 мандат. То есть, суммарно больше, чем у Лупу и Гимпу вместе взятых. 12 плюс 15, 27, 31 и 27. У Филата всяко больше, при гуляющем годе. У него, как у главы исполнительной власти, все еще немало возможностей сделать настолько резкое движение, чтобы загнать подлавку Гимпу и Лупу с Плохотнюком в придачу. По большому счету, он мог бы порвать их, как тузик тряпку. И это было бы, думается, восторженно принято и рядовыми членами ЛДПМ, и электоратом партии, которым нравится, когда Филат демонстрирует силу. В том числе и по отношению к партнерам по коалиции, демонстрируя, кто в доме хозяин. Он, однако, продемонстрировал слабость и сдался на милость победителям. И он отозвал Виктора Бодю из кандидатов в примары Кишинева. Отозвал в пользу Дарина Киртуака. Подобных метаморфоз даже ко всему привычная молдавская политика не видела давно. Легким движением руки Бодю превращается, превращается Бодю в Дарина Киртуака. Это, конечно, непростительный промах. Да, по всеобщему мнению, у Бодю, на раскрутку которого Филат истратил уже не один миллион леев, и личный ресурс, зарисовавшись на всех предвыборных плакатах своего кандидата, и так не было бы шансов. Но чем бы это не закончилось, это была бы самостоятельная игра. И с точки зрения политических перспектив ЛДПМ игра чрезвычайно важная. В конце концов, знаете, поражение по КРМ 2003 и 2007 годов на выборах в Кишиневе не стало для партий фатальным. Зато были сделаны выводы, и коммунисты последовательно победили на парламентских выборах 2005 и 2009 годов. К тому же избиратели Филата не очень-то любят Киртуака, и наоборот, избиратели Киртуака недолюбливают Филата, и тем более его ставленника Бодю. Это очень ощущается по социальным сетям интернета. И сегодня их пользователи очень сильно дезориентированы. Ведь все они видели, в том числе и знаменитую склоку между Киртуакой и Бодю в день поминовения. Это было всего неделю назад. Киртур, и увидев, если не документ, если не существует, не стану ли удовлетворение о себе, то есть, и наоборот. Я могу сразу же учитывать в честь, лучшее, безусловно. Бодю, безусловно. Бодю в этом персонально все это много. Когда утра и разве освободение. Сосвятая сотрудничества и выводство, в dumbbellе. Когда у вас дали засту? Да, в магазин. На марті. Когда у вас вравствуйте? Стус а наоборот. Наоборот, в мали! Дум! В начале, ворот, в начале, в начале. В начале, в начале, в начале, в начале, в начале, в начале. И мне кажется, что это не так, что это не так, что в доме или в нём. Мы очень хорошие коллеги, и это заставлено премару. Существует... Существует... И так же вы потеряете. Мне кажется, что случилось, что случилось. Учитывайте, что если премару принадлежит, что это не так, что это не так. Существует... Существует... Ум, спасибо. В этом году. Он создает имя оморацию. В феврале не было строительства ни века. Продолжение следует... Продолжение следует... И что он ответит на вопрос Аккертуака? Неужели и этот вдруг проснулся и возлюбил ни с того ни с сего врага своего? Просто кино и немцы. Говорят у нас в народе, Годя больше не угоден. Годин труд в Павадеме стал Филату непригоден. Годя жаждал быть примаром, чтобы много и на шару. Только Владик вместо Годи подтолкнул к примарству Бодю. Не вызывая жалости ни прижатой к стенке, ни лишенной политического будущего, ни один из них не заслуживает быть лидером нации. Ровно как и другие члены псевдо-альянса. Скажем так, если бы Бодю продолжил предвыборную кампанию, то у него могло бы сложиться неплохое политическое будущее. А теперь у Бодю это будущее по-варборски забрал Филат. У Бодю нет политического будущего после этой выходки Филата. Кстати, такой шаг Филат мог сделать лишь под прессом шантажа коллег по Альянсу. Причем, вероятнее всего, пригрозили серьезно и, скорее всего, обнародованием некоторых фактов деятельности Филата во власти. Но не может Филат просто так сойти с предвыборной гонки. С его-то гонораром и хваткой Бульдога на хороший крючок подцепился Карасик. Не соскочит. К тому же Филат совершил еще один серьезный промах. Он не скрывал, что пошел на этот шаг под жестким давлением извне. Причем напрямую, фактически открытым текстом, что пошел на это под давлением Плохотнюка. Того самого, имя которого он обещает назвать после выборов, после дождичка в четверг, в 6 часов вечера после войны и так далее. А вот это для него, для Филата, который так долго пытался казаться главным и самым сильным в этой стране, подобное проявление слабости уже просто непростительно. И не простят. Но после выборов кукловод, который стоит за многими серьезными и уродливыми вещами, которые происходят в этой стране, выйдет из тени. И зря, наверное, Филат не послушал своего бывшего соратника по списку ЛДПМ Дмитрия Чубашенко, ушедшего от него, как и многие другие, который в своем свежем комментарии предупреждал, главная цель Плохотнюка остановить Филата и выбить Бодю, как в воду глядел. И теперь уже коллеги по коалиции не отказывают себе в удовольствии поглумиться над политическим полутрупом. Даже сам Плохотнюк, который особенно не светится, сыпанул щепотку соли на свежую рану, заявив, что, мол, решение Филата – из проявления солидарности в альянсе, и это может привести к разрешению политического кризиса. Этим он четко дал понять. Все тезка, коготок увяз все птички. Кирдык. Никуда ты теперь не денешься. Самое забавное, что и Филат свое странное проявление болезненной слабости объяснил тем же, мол, надо взбодрить альянс и противостоять, внимание, возможности победы коммунистов. Опустим тот момент, что за коммунистами вообще-то стоит электорат в Кишиневе. Большинство электората, как показали парламентские выборы. И тем самым, получается, Филат пошел против большинства населения города. Да и вообще, что это за подход? Не для решения проблем столицы, не для его развития. Кишинева, а против кого-то. Но это ладно. В заботу об альянсе со стороны Филата верится, честно говоря, с трудом. Прежде всего потому, что он, отозвав Бодю, не отозвал своих кандидатов во всех остальных населенных пунктах. А это значит, его сломал Плохотнюк, чтобы расчистить дорогу своему настоящему кандидату в Кишиневе, Дарину Киртуака. Валентина Булига, которую, и это еще один плевок в лицо Филату, еще один удар по его самолюбию, демократы отзывать не собираются, вопреки призывам Филата последовать его примеру, конечно, не в счет. У нее другая совершенно задача, о чем откровенно признался Мариан Лупу. Нужно понимать, что наши партнеры по альянсу либералы являются правой партией, с очень специфичным электоратом. Демократическая партия стоит на левоцентрических позициях, где мы нашли своего избирателя. Так вот, наша стратегия заключается в том, чтобы получить как можно больше голосов именно на левом сегменте политического поля, максимально снизив таким образом шансы наших конкурентов с левого фланга. Ну вот, наконец-то мы услышали правду и от Мариана Ильича. Не сказочку о стратегическом партнерстве с Россией и дружбе с Грызловым. Если кто не понял, вот только что Лупу признался, что кандидатом демократической партии является ультраправый Киртуаке. А Булига это так, поотбирать голоса у коммунистов при помощи квазисоциальной риторики и раздачи праздничных памперсов. Но сам факт того, что ее не отозвали, это пощечина Филату. Мол, зной свое место. Чудный подарок ко дню рождения. Версий, каким образом Лупу, Гимпу и Плохотнюк сломали Филата, конечно, много. Первое. Шантаж. Шантаж. Филату могли продемонстрировать список будущих кандидатов на уход из партии. А этот кадровый резерв в ЛДПМ у Плохотнюка наверняка имеется. И поставили условие. Либо отзываешь Бодью и поддерживаешь Киртуаке, либо останешься вообще без фракции, а то и без партии. Вторая версия. Истерика. Филат заистерил под ударами партнеров по коалиции, задергался, засуетился под клиентом и в итоге совершил фатальную ошибку. Знаете, как кто-то говорил, это хуже предательства. Это ошибка. Еще раз подчеркну, он активным и порой разнузданным пиаром создал ситуацию, при которой он самый главный в стране. Продемонстрировав обществу, что это не так, он опять же собственными руками ситуацию эту перевернул себе во вред. Раз он не главный, значит он никто. А вот то, что сегодня Филат пытается рассказать о том, что, дескать, он это сделал ради альянса, ради того, чтобы не допустить коммунистов в власти. Это знаете, как называется? Лежу на спине и кричу, что я сильный, что я победил. Что-то в этом роде. Ну и наконец, третья версия. Внешнее давление. Все заметили, что Бодю был отозван сразу же после визита Филата в Брюссель. Европейцы надавили. Ну а что? Что там считать европейцами, смотря? Это раньше при Воронине Кишинев в процессе своей европейской интеграции имел дело с настоящей брюссельской бюрократией. С бельгийцами, со шведами, с литовцами. Но после того, как в качестве европейского поводыря новая власть избрала Румынию, Румыния и рулит. А уж за кого выступает в Республике Молдова Бухарест, известно прекрасно. Ну и вот, румынские адвокаты Республики Молдова в Европе вполне могли сказать Филату. Ты что это, к коммунякам, что ли, собрался? И езжай домой, спасай альянс. И он, понурив голову, поехал подписывать свой пакт о капитуляции. В итоге, самая крупная партия альянса легла под самую маленькую. Думаю, все три версии верны. И всего лишь взаимодополняют друг друга. В сухом остатке, вот что, теперь не Филат, которого уже стало настолько мало, что практически не осталось совсем, а Гимпу главный. Ну или тот, кто стоит за Гимпу. Крыса, кукловод. Но вот в чем парадокс. Убив Филата, они убили и альянс. Поскольку Филат был единственный, кто пусть и хреново, но мог рулить этим самолетиком под названием АИ. А теперь хана. Знаете, после того, как Годи ушел из ЛДПМ, когда начались вот эти взаимные упреки, вся эта склока, я достаточно внимательно...